Ученые и фермеры из разных регионов страны обсудили развитие коневодства. В Ак-Тубе прошел семинар, посвященный 25-летию мугалжарской породы лошадей, автором которого является актюбинский ученый. Подробности у Натальи Сальковой. Лучших представителей мугалжарской породы лошадей показали участникам семинара в Ак-Тубе. Вес этого жеребца, к примеру, составляет 638 килограммов. Такие лошади отличаются высокой продуктивностью и выносливостью. Автор этой породы ученый Сирикбайр Забаев. Ее селекционер вывел в 1998 году. Это первая отечественная порода, которая выведена после получения независимости Казахстана. В продуктивном направлении единственная порода, которая выведена внутрепородной селекцией. То есть такого мировой практики и в практике Советского Союза не было. Поголовье лошадей в Актюбинской области составляет 270 тысяч. Из них примерно 15 тысяч мугалжарской породы. По словам специалистов, интерес к ней проявляют и ученые, и владельцы крестьянских хозяйств. У лошади этой породы, которая распространена во всех регионах страны, одинаково хорошая и мясная, и молочная продуктивность. Молоко кобыл отличается высокой ценностью. Это ученые объясняют составом трав, которыми питается лошадь. Подбор этих трав, в основном полынные. Они очень полезны для организма. И отсюда вырабатываются полиненасыщенные жирные кислоты. Арахидоновые, нолевые или ноленовые. Они связывают шлаки и выводят организмы. То есть омолаживают организмы. Участники семинара обсудили актуальные проблемы коневодства и пути их решения. К 2045 году общее поголовье лошадей в республике планируют довести до 10 миллионов 750 тысяч. Для этого, говорят ученые, нужно исследовать кормовую базу в каждом регионе. Наталья Салькова, Булат Молдогалеев, Октубье, Хабар 24.